Потому что площадь, занимаемая видом в реальности, может быть существенной и всегда будет существенно уже, чем фундаментальная экологическая ниша, то есть потенциальная. Как это графически устроено? То есть Хатчинсон предложил выражать экологическую нишу в виде некого N-мерного куба. Но N нам недоступно, мы попробуем на трех осях разобраться. То есть каждая ось – это определенный предиктор среды. Вот эти цветные вставочки – это нужный, оптимальный для вида диапазон. И их взаимопересечение создает некую такую объемную фигуру, в которой, собственно, внутри может существовать вид. На этом слайде показана очень упрощенная схема того, как переменные окружающей среды могут и на какие стадии данного вида могут оказывать влияние. То есть вот эти все вещи мы хотим прояснить, мы хотим узнать, на каком именно этапе жизненного цикла вид, жизнедеятельность вида регулируется той или иной переменной. Почему этот вид, собственно говоря, регулируемый данной переменной не будет жить в других местах. Вот эта картинка – это модель условий гнездования другого вида саранчи, азиатской саранчи или перелетной. Что мы здесь видим? Во-первых, в отличие от Максента, я сразу оговорюсь, точки наземные, по которым было осуществлено моделирование, были сосредоточены вот здесь, в пределах Балхашского очага гнездования. В отличие от Максента видно, что вот красным цветом показана, собственно, полоса широкая благоприятных условий. Она не привязана, не сконцентрирована вокруг точек. Это вот одно из ключевых отличий. Что мы получили? Здесь очень много, я сейчас точно не помню количество определенных переменных, все они абиотические, это надо помнить, среды с их конкретными значениями, с их объяснением того, на какую именно стадию жизненного цикла они влияют. Вот небольшой пример. Вот это литературные данные об экспериментах по замораживанию кубышек. Показано, что в определенных пределах, выше и ниже которых наступает моментальная гибель, они не существуют. Оптимальной температурой для развития является вот это 0,4 градуса. Исходя из известных нам диапазонов температуры воздуха, соответственно, там определенным методикам, тоже они достаточно простенькие, можно пересчет осуществлять, мы можем приблизительно оценить температуру почвы на 10-сантиметровой глубине. Почему 10-сантиметровой? Потому что саранча откладывают кубышку именно в этом пределе, от поверхности до 5-7 сантиметров. И мы видим, что данные, которые мы получили в расчете, в принципе, близки к оптимальным. Если мы идем туда дальше, на север, естественно, эти данные, вот эти температуры будут падать. И мы можем предполагать, что если ареал как таковой саранчин, он намного шире, то сами по себе условия гнездования, вот сами северные участки, связаны именно с зимними температурами, потому что ниже этих температур, вот этих оптимальных значений, кубышки, яйца будут просто замораживаться. Какие еще возможности дает подобная вещь? То есть мы определили для какого-то вида, в данном случае для саранчи, некий набор оптимальных условий. Эти наборы оптимальных условий мы можем экстраполировать дальше на какие-то сценарии по изменению климата. То есть вот здесь показано это текущее состояние, вот здесь согласно сценарию эмиссии газов RCP 2.6, каким образом возможно будет изменяться территория, пригодная для гнездования, и здесь по сценарию RCP 8.5. Теперь давайте посмотрим вот сюда внимательно. Верхняя картинка, вот она, это вообще ареал распространения азиатской перелетной саранчи, видно, да, что и такой широко распространенный евразиатский вид. Вот, это наша модель условий гнездования. А вот этой карте почти 100 лет, она основана на наблюдениях 20-х годов прошлого века, где выделены известные на тот момент очаги гнездования в Средней Азии. Что здесь примечательно? При том, что наша модель имеет вот такой выраженный широтный характер, все ранее известные очаги гнездования находятся в пределах оптимальной зоны согласно нашей модели. То есть, еще как один из способов верификации, мы попали в нужный диапазон. С чем связано существование вот этих мест, где известных очагов не существует, не показано? Скорее всего, со страстником, с водным режимом. То есть, уже с теми факторами, которые мы в своей модели учесть не можем. Какие еще дополнительные возможности, помимо вот этого широкого такого распространенного анализа каждопеременной осмысления ее вклада в жизненный цикл и так далее, мы можем получить на основании наших моделей, используемых каких-то входных данных. Это распределение, скажем, находок по типам почв. Распределение ключевых переменных по сезонам года. Это вот в случае с Вараном была очень показательная эта картинка. Распределение находок по климатическим зонам. То есть, получаем, помимо вот того анализа каждой переменной самой по себе, мы получаем еще общую картину о предпочитаемых климатических, почвенных и так далее условиях. Все зависит от того, какие переменные мы выберем для анализа. Из тех четырех классов факторов, которые, собственно, определяют возможность нахождения вида, нам доступны, к сожалению, только два. Это биотические условия, которых очень много, я имею в виду, очень много в доступном для анализа виде. И районы, доступные для расселения вида, которые мы выводим вот из этих предыдущих картинок моделей. Биотические факторы эволюционной способности популяции вида, к сожалению, не формализуются. И формализуются. То есть, они не представлены в форме пространственно привязанной к какому-то гриду, к какой-то матрице с определенными значениями в каждой ячейке. Положительные стороны экологического моделирования. Во-первых, как и в случае с СДМ, это явление потенциально пригодных для вида территорий. Во-вторых, определение того или иного параметра, который является ключевым для вида ключевым. Далее, определение диапазона для каждого из выбранных ключевых параметров. Выявление, поскольку, вот пример с температурой, он не только на саранче проверялся, поскольку вот эти данные соответствуют тому, что мы потом находим в литературе, сравниваем с какими-то экспериментальными данными, полевыми наблюдениями. Существует, скажем, ряд каких-то факторов, вот они здесь показаны, которые сходу вот так мы объяснить не можем. Почему именно март? Ну, март, да, допустим, затопление кубышек приведет к их гибели. Причем тут вот среднемесячное количество осадков в октябре непонятно. Но, исходя из того, что вот эти все предыдущие факторы достоверно подтвердились, мы можем ожидать, что и вот эти имеют какое-то значение. То есть нам требуется здесь, специалистам, которые занимаются данной группой, данным видом, требуется вот здесь какие-то усилия предпринять, чтобы прояснить, что тут происходит. Вот. Изучение экологических отличий для родственных и симпатрических и так далее видов. Это подробности будут в следующем докладе. Я на них останавливаться подробно не буду. Вот. Ограничения, наверное. Как мы уже говорили, весь вот этот блок предикторов невозможно каким-то образом привести к географической решетке с определенными значениями, поэтому они в анализе не участвуют. Второе ограничение – это вероятностный характер любой модели. Касается это E&M, SDM. То есть, когда мы смотрим вот на эту нашу красивую картинку, мы должны себе отдавать отчет, что даже в области, где показана очень высокая пригодность обитания для данного вида, найти его фактически – это совершенно необязательное условие, потому что, во-первых, вот эти факторы не учтены, и, во-вторых, еще могут быть какие-то другие вещи, связанные с деятельностью человека и так далее. Вот. Таким образом, из всего вот этого, не надо говорить, что это плохо, что это неподъемно, мы получаем мысль о том, что надо делать дальше, в будущем, как с этим работать. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Можно вопрос? Дима, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то карты или программы, которые позволяют учитывать антропогенные воздействия, не знаю, это дороги, например, расположение каких-то промышленных зон и так далее, для учета распределения видов с помощью этих программ? Спасибо. Ну, вот ребята показывали в своих прошлых докладах, то есть у них там каким-то образом это все кодируется. Если мы имеем не глобальную, цель не глобального анализа, а на какой-то территории, да, провести анализ там встречаемости, распределением, эти все данные просто можно оцифровать и сделать из них какой-то слой для анализа. Просто достаточно эта вещь трудоемкая. Ну, вопрос в том, стоит ли овчинка выделки. В принципе, это очень возможно и делается. Есть целый ряд работ, скажем, посвященных дефрагментации ландшафта. То есть, о чем идет речь под дефрагментацией, понимается раздробление когда-то цельной территории, скажем, там какого-то биоциноза на несвязанные или малосвязанные друг с другом участки путем вследствия строительства дорог, появления вот этих объектов там урбанистических, сельскохозяйственных и так далее, и так далее. То есть, такие работы ведутся, и все это делать возможно. Все зависит от масштаба. Понятно, спасибо. Так, еще вопросы? Дмитрий, так все-таки у меня тогда вопрос. Так, все-таки вы полагаете, что является более перспективным для использования? Все-таки моделирование распределения или моделирование вот экологической ниши? Или это в зависимости от цели исследования просто выбирается? Что дает более объективную картинку? Это очень такой вопрос, трудный. Почему? Вот Максент здесь упомянутый. Действительно, когда я тоже начинал возиться с моделированием, по-моему, его вообще еще не было. По-моему, где-то позже появился, и вот потом пошел-пошел, целый вал сейчас этих работ. Меня смущает... То есть, понятно, Максент это SDM, это пространственное распределение. Меня в нем смущает несколько таких фундаментальных вещей, которые, честно говоря, ставят вообще под большой вопрос целесообразности вот такого широкого применения. Эти вещи следующие. Выбор переменных. То есть, очень часто исследователи пишут, что вот мы взяли такой-то набор, ну, тот же биоклимах, там 19 штук, провели анализ их корреляции друг с другом и убрали те из них, которые высокую корреляцию продемонстрировали. То есть, с точки зрения математики, все понятно. Это, собственно, аналог, так называемый метод основных компонент, который именно вот такие шумы корреляционные удаляет, но его задача сделать четкую картинку. То есть, речь идет о каком-то одномоментном вот явлении, не протяженном, не во времени, не связанном, не с эволюцией и так далее. Проще говоря, допустим, мы взяли условно. Есть 36 переменных, посвященных только среднемесячной температуре. То есть, минимальные, максимальные и средние температуры каждого месяца. Есть переменная среднегодовой температуры. Если мы их все от 37 анализируем, понятно, что там где-то, да я думаю, что все они будут с этой среднегодовой температурой коррелировать. То есть, те 36 среднемесячных убираются из анализа. К чему это ведет? К тому, что мы теряем подробности о том, что, вот как я показывал, температура зимних месяцев потому-то и потому-то важна для, скажем, для условий зимовки саранчи. У нас остается из 37 переменных одна. Мы сами себя добровольно ограничиваем. Второй момент. То, как проверяется достоверность данных Максент. Есть у них, есть в этой методике так называемая площадь под кривой. Кому интересно, потом можно это обсудить как-то так, приватно. В чем ее, собственно, большой минус? В том, что, во-первых, она была разработана сам по себе, этот метод проверки для бинарных данных. То есть, ну, возьмем медицину. Да, вот у нас есть определенная группа людей. Мы не знаем, чем они больны. Вот. Проводим анализ, получаем какую-то вещь. Результаты анализа получается, что у нас какая-то выборка с больной, тем имеет этот диагноз, вторая не имеет. Это легко проверить. Вот в случае с больными, да. В случае с природными явлениями проверить это тоже невозможно. Вот. И третий момент, который мне тоже, он меня всегда настораживает. Чтобы работать с Максентом, то есть вообще с СДМ, делать СДМ, не обязательно и не нужно в принципе знать даже, как выглядит это животное. У вас есть точки встречи, у вас есть набор переменных, у вас есть софт, у вас есть там набор алгоритмов в него встроенных, вы получаете какую-то картинку. Вот. Не скажу 90%, но больше половины публикаций связанных с Максентом и моделированием вот именно в этом ключе и построены. То есть мы добровольно выкинули из анализа массу переменных, мы не знаем, что там творится с этим видом и сама по себе модель, да, мы говорили, это вероятность, это условность. И вот эту условность, которую нам показал Максент, мы проверяем другой условностью, встроенной в него, то есть вот этой площади под кривой. Вот. В трех словах теперь ответ на вопрос, да. Если наши цели состоят, цель исследования состоит в том, ну вот как СОПТ, выявить территории наиболее пригодные, да, можно ограничиться с СДН. Если мы хотим вникнуть в биологию вида, надо делать модель экологической ниши, то есть идти дальше с максимальным возможным количеством доступных переменных. Спасибо. Спасибо. Так, ну, теперь, если вдруг еще вопросы появятся, то это уже потом. Давайте предоставим теперь слово следующему докладчику. Татьяна Дуисибаева, Институт зоологии Казахстана. Да, демонстрацию экрана уже можно включить. Все нормально, да, только слышно плохо. Постарайтесь, да, поближе к микрофону как-то. еще поближе к микрофону, если можно, к какому-нибудь. Очень плохо. А что мне тогда сделать? Ну, у меня не знаю, мне в научном фонде. Это, так, слышно? Ну, слышно, получше, слышно. Получше, но не важно, да? Да. Ну, давайте вот так вот я буду. Вот так пойдет. Ой, ну, я их сейчас сломаю, ну, хорошо. Нормально, отлично. Спасибо большое, хорошо. Так, ну, я, поскольку завершающий такой компонент сегодняшнего семинара, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и выразить, я думаю, общую надежду, что наступающий год будет более благосклонно относиться к человечеству по сравнению с уходящим и в то же время посоветовать этому человечеству и нам в том числе сделать соответствующие выводы, поскольку вы понимаете, что нестабильность сегодняшней ситуации во многом в кавычках обязана человеку. Вот. Я представляю сегодня доклад творческого коллектива международного, казахстанско-китайского. Эти данные уже были опубликованы и пусть меня герпетологи извинят, поскольку я буду повторяться, но я думаю, для другой, для остальной публики это будет интересно. И вот мой доклад как раз он связан больше уже с применением ГИС-моделирования в отношении самих животных. Конкретную цель и задачи я оговорю немножечко ниже. Сейчас скажу, что нами двигали две основные идеи в этом исследовании. Да, исследование было творческим союзом, оно не финансировалось. Это такой вот, так скажем, просто добровольный клич. Итак, нами двигали две идеи. Первая – показать, каковы возможности при глубоком анализе ГИС-моделирования, а в более широком смысле показать, что ГИС-моделирование является одним из путей демонстрации взаимосвязи всех компонентов ландшафтной оболочки. Итак, сегодня ГИС все шире используется в зоологических исследованиях. Это было показано всеми предыдущими докладчиками. Используется как самостоятельно, так и в комплекте с морфологическими молекулярными данными. Как в более простом варианте для построения спишес-дистрибьюшенал модульс, так и при глубоком анализе этих моделей с точки зрения экологии организмов для построения моделей экологических ниш. И я повторюсь, что важно понимать, все модели экологических ниш носят ограниченный и вероятностный характер. Особое значение приобретает ГИС-моделирование при изучении редких видов и видов, населяющих местность со сложным рельефом, когда посещение всех потенциальных районов их обитания для сбора информации просто невозможно. И вот одним из таких регионов является Центральная Азия, где за последние десятилетия было описано немало новых форм рептилий с мозаичным или с парадическим распространением и специфическими адаптациями. Примером могут служить ящерицы рода Эремия с ящурки. Итак, главной целью нашей работы был сравнительный анализ распространения условий обитания двух видов ящериц рода Эремия со сходными адаптациями. С применением лисмоделирования. В задачи входило создание моделей экологических ниш, выявление ключевых абиотических факторов, определяющих географическое распространение и максимальную пригодность условий обитания, определение оптимальных диапазонов ключевых переменных и обсуждение роли ключевых факторов в экологии видов. Объектами исследования явились две ящерицы. это тиньшанская ящурка Эремия с штумери, представитель таксономически сложного комплекса Эремия с мультиацелята, и ильийская форма разноцветной ящурки с юго-восточной периферии видового ареала, которая характеризуется морфологическим и генетическим своеобразием. В дальнейшем я прошу вас учесть, под видом Эремия саргута я буду понимать только эту форму. Ну и районом исследования явились межгорные впадины на сопредельной территории трех стран Киргизстана, Китая и Казахстана. Нет, да. Сбор наземных данных проводили в ходе полевых исследований, ревизии литературы, музейных коллекций, персональных баз исполнителей. Всего было отобрано, вы видите, относительно небольшое количество локалитетов, 49 для разноцветной ящурки, 41 для теньшанской, что объективно отражает пространственную редкость этих ящериц на данной территории. Для моделирования использовали программу Аргиз с методикой оригинальной разработки, о которой рассказывал Дмитрий, и я не буду останавливаться на этом подробно, но подчеркну, что существенным отличием этой методики является возможность управлять и детально анализировать каждую используемую абиотическую переменную. Я укажу только наборы переменных, которые были взяты за основу в нашем исследовании. При этом мы делали две модели. Модель, основанную на биоклиматических параметрах и модель, которая использовала расширенный набор. Метод был опробирован не единожды, на разных группах растений, животных и даже грибов. Итак, результаты. Полевые наблюдения показывают, что разноцветная ящурка, именно элийская форма, и теньшанская ящурка имеют весьма сходные экологические предпочтения в отношении климата, субстрата и в меньшей степени рельефа. Согласно оптимальным диапазонам орографических переменных, которые описывают рельеф, наиболее приемлемым рельефом для разноцветной ящурки представляются горизонтальные, ровные горизонтальные или слабо наклоненные поверхности в пределах 1800 метров над уровнем моря, с экспозицией, ориентированные преимущественно на запад. Такие поверхности соответствуют рельефу равнин и в теньшане приуроченных геоморфологической зоне подгорных равнин. Для штуммери, для теньшанской ящурки наиболее приемлемы наклонные, в разной степени рассеченные поверхности с очень широким диапазоном экспозиции, расположенные на несколько большей высоте, что соответствует холмистому или гористому рельефу или нижним предгорьям в теньшане. При этом экспозиция, общая кривизна и уклон оказались ключевыми переменными для теньшанской ящурки. Поверхности описанного облика представляют собой области недавнего четвертичного поднятия, перекрытые щебнисто-галечниковыми и лесовыми отложениями, продуктами тектонического преобразования глициальных эпох позднего кайнозоя. По отношению к субстрату обе ящерицы являются склерофилами, то есть обитателями твердых поверхностей, с определенной петрофильной специализацией. Это такие, скажем, камнелюбы. На этом слайде представлена климатическая составляющая экологическая нижа этих ящериц и по полученным нами климатическим характеристикам климат экологической ниши обоих видов принадлежит к типу BSK, что по классификации копина означает semiarid step climate, полуаридный климат степей. Он характеризуется жарким и сухим летом, холодной зимой, большими дневными и годовыми колебаниями температуры, дефицитом осадков. Модельный диапазон годовой суммы осадков, рассчитанный при помощи нашей модели, это био-12, варьирует между значениями степной и пустынной зон. Такая климатическая характеристика подтверждает принадлежность видов к экологической группе ксерофилов и умеренных термофилов или представителей по гептнеру открытых засушливых пространств. По Прозоровскому это территории, где климат и растительность еще сохраняют все-таки некоторые черты пустыни, но чувствуется близкое присутствие гор. И по Глазовской это все классики и географы и биологи, для Теньшаня такой климат на высотах 1000-2000 метров соответствует ландшафтам горных степей. То есть два вида эти оказались у нас достаточно сходны по общей характеристике экологической ниши. Однако, несмотря на видимое сходство экологических ниш, эти виды оказалось отличаются по ключевым переменам. Вот такой график, это тоже была наша такая творческая находка, но он прекрасно показывает, посмотрите, что. Здесь вы увидите, каким цветом означается какой вид. Практически весь набор переменных по осадкам радиация определенной части года и послеполуденная влажность оказались ключевыми для разноцветной щурки, в то время как для теньшанской ключевым оказался весь набор температурных переменных, радиация большей части года и утренняя влажность. Кроме того, как мы видели, для теньшанской щурки ключевыми был и целый ряд орографических переменных. Вот такое различие четко определяет принадлежность изученных ящериц к разным типам экосистем. Разноцветные щурки к аридным равнинам, а теньшанской щурки к горным экосистемам. На аридных равнинах при фактически равномерном и длительном поступлении солнечной радиации относительно равномерном интенсивном испарении лимитирующим фактором еще по одуму является осадки. И мы видим на этих картиночках это вот как раз отдельные слои посмотрите что при достаточно равномерном распределении радиации потенциальной вапотранспирации несколько более таком гетерогенном распределении влажности основным как бы основным для моделей образцом явилось распределение осадков вот эдакий подковообразный при этом мы видим что биоклиматическая модель и модель построенная по расширенному набору они в общем-то одинаковые ну здесь немножечко иной идет несколько иная точность но тем не менее вот этот подковообразный образец то есть осадки в горах есть свои особенности в силу меньшей длительности солнечной экспозиции и особенности распределения тепла которые очень зависят сильно от характера пересеченной местности вот это я постаралась так вот представить и высотного градиента в горах прежде всего ощутим дефицит тепла и наша модель подтверждает важность радиации и температуры для ремес штумери то есть вот во всех этих слоях в принципе для горных животных присутствует элемент температуры при этом посмотрите что интересно ведь в горах распределение всех климатических факторов определяется очень жестко особенностями рельефа и полученные нами в биоклиме и с расширенным набором моделей в общем-то различаются то есть вот эта мозаичность распределения всех переменных которая была получена с помощью расширенного набора она представляется более объективной сравнение моделей с применением биоклима расширенного набора я показала вот указывает на важность использования графических показателей при моделировании условий обитания горных видов эти выводы наши по разному экосистем по разной экосистемной принадлежности они очень хорошо поддерживают и существующие предположения о разном зоогеографическом происхождении видов о принадлежности разноцветной ищурки к древнему казахстанскому степному очагу и принадлежности теньшанской ищурки к теньшанскому центру в пределах центрально-азиатского нагорного очага еще такой вот небольшой плюс глубокого анализа глубокий анализ гисмоделирования помогает определить и экологические пределы распространения видов как показывают наши полевые и модельные данные наиболее благоприятными условиями для обитания разноцветной ищурки в Илийской впадине являются ее западный район к востоку обилие ящерицы убывает вот это видно как раз и на модели изменяются и климатические условия Илийской впадины влажные воздушные массы западного переноса продвигаясь на восток через нагретую казахстанскую часть Илийской впадины поступают на китайскую территорию сильно иссушенными и как видно из графиков значение основных переменных характеризующих континентальность климата а это в первую очередь годовая годовой контраст температуры это годовая сумма осадков и индекс соридности у китайских ящурок выходят за пределы оптимальных вот оптимальным диапазоном здесь очерчены оптимальный диапазон очерчен красными линиями и это указывает на уже суровость условий их обитания в этом районе ну и несколько такой вот может быть я скажу сказки несколько слов фапалию географии в 2014 году Николай Андреевич Паярков Валентина Федоровна Орлова с коллегами основываясь на молекулярных данных предположили что ильиская впадина могла служить рефугимом не только для разноцветной щурки в последний глицал но и для оридной герпеттофауны в целом результаты нашего моделирования полностью поддерживают выводы коллег подгорные равнины и предгорья это показано вот этот уровень показан зеленой сделочкой являются промежуточной геоморфологической зоной между высокими горами с одной стороны и центральными участками межгорных впадин данные палеогеографии позволяют говорить о том что на фоне тектонических изменений и климатических колебаний плестоцена именно эта зона сохраняла относительную климатическую и ландшафтную стабильность в периоды тектонической активности в поднимающихся горах усиливалась рассеченность рельефа в центральных участках ирисской впадины на фоне спуска неогеновых озер реализации климата и оловых процессов формировались ландшафты типичных пустын в периоды похолоданий в верхних поясах гор развивалось горно-долинное леденение а на центральных участках равнинных участках межгорных и предгорных паден на фоне очень сильного выхолаживания развивалась островная мерзлота и ксерофитные ландшафты тундра степей в то же время климат подгорных и предгорных равнин характеризовался более мягким характером здесь были меньшими сезонные сутричные контрасты температур меньшая сухость из-за наличия обширного стока свинниковых площадей и развития пойменных пространств здесь сохранялись ландшафты и климат остепнённого облика и вот климатической поддержкой выводом об отсутствии значительных миграционных перемещений представителей аридной фауны в Илийской впадине могут служить данные об Удовале и Торопово для впадин Синьзяна это восточная часть как раз в том числе Илийской впадины и сопредельные межгорные авторами было показано что в последний глицеал средней температуры января вот вы видите составляли минус 22 минус 16 средней температуры июля 14-16 и как видно из наших данных они в целом близки к минимальным зимним температурам био-6 и к средним летним температурам био-10 и наконец дополнительным аргументом в пользу относительной стабильности ареала аргута в период последнего глицеала могут служить значительное сходство образца распространения этой ящерицы вот она Илийская впадина как реального распространения так и модельного с характером распределения лесовых отложений в межгорных впадинах Тиньшани вот они показаны эти отложения желтым цветом формирование леса в этом регионе как известно происходило именно в условиях ландшафта сухих степей и таким образом можно полагать что действительно разноцветная ищурка вполне могла пережить ледниковый период без серьезных миграционных перемещений модель построенная нами для последнего глицеала вот эта верхняя левая модель вы видите она практически сходна с моделью современного распространения вида что касается тиньшанской ищурки то переживание суровых условий последнего ледниковья во внутренних высоких районах тиньшаня представляется конечно более проблематичным но тем не менее наше моделирование для последнего глицеала показало возможными рефугиумы южной части Сыкульской котловины а также Тикесскую впадину и анализ геологической литературы показывает что в этих районах вот на основе спора плицевого анализа именно в этих регионах не было таких серьезных изменений в ходе последнего оленниковья в ландшафтах предгорных равнин и предгорий по данным Григина и Фортуна Тикесская впадина служила рефугиумами для флоры и фауны и в предшествии ледниковой эпохи Коротко о заключении мы выделили два аспекта теоретический и методический вот я поддерживаю всех предшествующих докладчиков которые акцентировали свое внимание все безусловно на интерпретации данных то есть мало того что мы получили модель показали картинку мы должны действительно эти данные уже интерпретировать с точки зрения известной литературы с точки зрения своих знаний и так далее так вот в теоретическом аспекте проведенное нами исследование показывает что глубокий анализ ГИС-моделей имеет широкие перспективы мы можем лучше понять экологические преференции живых организмов мы можем определять их экосистемную зоогеографическую принадлежность экологические пределы распространения мы можем обсуждать палеогеографическую историю в методическом аспекте мы обращаем внимание на то что необходим более строгий подход к выбору моделируемых переменных если для моделирования экологических ниш равнинных обитателей в целом мы полагаем достаточно иметь традиционный набор биоклим даже из традиционно используемых начальных 19 переменных то для горных обитателей климатический набор должен быть расширен и обязательный учет основных геоморфологических показателей ну и очень важным я считаю замечание о более тесном контакте со специалистами географами нам пришлось вот у нас в группе был специалист климатолог Александр Владимирович Чередниченко доктор географических наук все остальное пришлось конечно делать нам и это реально непосильный труд то есть вот эта работа она идет на стыке на обязательном стыке когда мы об биоте говорим особенно биологии и географии и мне хотелось бы закончить вот такими словами говоря о нашей широкой идее в широком смысле словами известного советского географа Станислава Кинча-Колесника который говорил что хотя существование и развитие каждого отдельного компонента ландшафтной оболочки подчинено своим собственным законам взаимодействие всех компонентов связывает их в единую целостную систему это как раз такой вывод который сейчас я бы хотела адресовать всему человечеству на фоне последних событий 2020 ну и это авторы это специалисты которые участвовали в создании вот этой работы спасибо за внимание у меня все спасибо Татьяна Николаевна вопросы сложно 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 когда я накладывала да на геогрид на геопатологическом нашем конгрессе это тоже было очень сложно поскольку здесь идет здесь идет география в том числе да ладно у меня самый у меня очень простой вопрос построены же модели используя то есть на принципах там моделирование экологической ниши построен модель распределения и так далее появились ли какие-то новые точки возможного нахождения того или иного вида еще они очевидно появились и были ли проведены какие-то попытки верификации вот этого предсказания нахождения вида в или ином месте спасибо Сергей Львович очень хороший вопрос я не стала на этом останавливаться потому что время действительно наша модель показала сейчас я попробую здесь наверное да наша модель показала возможность присутствия теньшанской ищурки на самом востоке текеской впадине уже в Китай точек раньше не было район конечно исследовался не так интенсивно но тем не менее в прошлом как раз прошлые годы после выхода уже нашей этой работы нашими китайскими соавторами эти точки присутствия теньшанской ищурки были найдены и в этом году у нас была опубликована совместная работа как раз на предмет вот этих находок то есть мы по крайней мере вот для самого восточного уже мало благоприятного так сказать района обитания но мы подтвердили высказанные нашему идею что там эта ищурка есть спасибо еще еще вопросы какие-то пожелания комментарии выступления по докладам в целом если нет вопросов кого-нибудь есть по тематике можно да я скажу да ну я думаю что мы сегодня не зря собрались причем в достаточно таком хорошем количестве было много заинтересованных я прекрасно понимаю что все это для нас сейчас трудно даже для нас я про себя говорю я например не модулятор я интерпретатор и мне всякий раз очень сложно значит входить вот в эту технику моделирования да и видимо я этим не овладею мне больше как-то география ближе но тем не менее я призываю особенно молодых обратиться лицом к этому методу потому что он реально перспективный вы видели сегодня из докладов какие разные приложения могут быть сделаны да с использованием этого метода и глубоко теоретические и выходящие на экологию самих видов на их географическое распространение прикладные это экологические коридоры это опыты это все что угодно то есть это на сегодня один из самых распространенных и значимых методов исследования я думаю в любых уже науках естественного профиля поэтому у меня просьба это знамя которое мы сейчас подняли в своей да суверенной науке нести дальше много читать литература в основном конечно англоязычная вот но надо этим овладевать и я думаю что мы будем скоро способны делать более такие великие вещи самостоятельно ну и кооперация с географами здесь нельзя замыкаться в своем вот в этом канале понимаете и мы должны тем более что всегда подход к любому явлению процессу должен быть комплексный с разных точек зрения разными методами и специалистами вот в данном случае разных специальностей тем более что это именно географические информационные системы у меня все спасибо еще кто-нибудь хочет от себя что-то добавить ну у меня пока я от себя тоже пару слов скажу я хотел бы тоже присоединиться к мнению Татьяны Николаевны что методика действительно очень интересно понятно это она используется уже несколько лет достаточно активно и находит все новые и новые применения в том числе их на постсоветском пространстве в Казахстане в России и в других странах и совершенно очевидно что дальше все это будет развиваться находя включаясь во все новые и новые области экологических исследований поэтому я думаю что семинар заставит его участников задуматься о возможном применении технологии потому что это действительно всего лишь технология без головы исследователя она мало что стоит это инструмент и интерпретация это самое важное и я надеюсь что у нас вскоре мы увидим в ближайшем будущем дополнительные примеры удачного использования этих техник от себя я хочу так же как уже было сделано поздравить всех с наступающим новым годом пожелать дальнейших успехов и надеюсь что новый год будет более успешным чем этот во всех отношениях у меня все благодарю за внимание если кто-то хочет что-то еще сказать то пожалуйста маленькая заметочка да Дмитрий хочу очень большую признательность выразить АСБК как организатору и проводнику передовых научных идей в Казахстане и в том числе организатору этого семинара чтобы и в новом году и в следующем и сколько их там еще будет планка вот эта оставалась на том же высоком уровне спасибо большое позвольте поблагодарить также всех участников за присутствие на семинаре надеюсь что мы эту практику продолжим потому что есть и другие интересные темы и будем рады всех видеть на последующих обсуждениях всего доброго всем удачи до свидания спасибо большое до свидания до свидания до свидания до наступающим еще раз наступающим до свидания